здравствуйте дорогие мои подписчики сегодня я отвечу на все вопросы вопросы которые мне пишут добрый день это сауле салматы мы с вами были во франции 2014 году тогда я даже знаю какого числа этот сон предсказания вам приснилось это было 15 ноября 14 году заходили к вам в номер утром и увидела вас уставший спросила вас вы плохо спали вы сказали что в астрале вы видели что перед через 5-6 лет на земле будет болезнь которая заберет много жизни и что здесь во франции она тоже будет болезнь придет благодаря мышам лечение от него медицина не может найти пострадает больше большие страны где нету мечети что мусульманы об этой болезни аллах убережет также пятнадцатом году вы сказали что будет взрыв во франции ваши предсказания сбылись хотели бы узнать ваше предсказание на сегодня также пишут вас с астаны с астаны тоже пишут казахстана же саван божа лар но майда лас актасы создает асан зоизвезно прогноза это же верно что касается болезни коронавируса я вам хочу сказать что эта болезнь действительно дано как испытание от всего от вселенной от аллаха поэтому я не вижу что мусульманские страны пострадают сильно что будет смертность большая хочу сказать что на сегодняшний день казахстане пишут что два человека умерли от коронавируса я с этим не согласна потому что я думаю можно и от бронхитострова можно от пневмонии тоже умереть и списать на коронавирус мы будем надеяться что наши доктора этого делать не будут потому что эта болезнь вы должны сами понимать что надо вот на землю спустилась как испытание от вселенной от аллаха это испытание мы должны пройти так как она есть если человек болеет то он болеет если он не болеет то не надо пожалуйста наговаривать и во всю кричать что коронавирус коронавирус название нехорошей болезни нежелательно говорить постоянно запоминайте одно есть сила слова поэтому сила слова не будем себе нагонять страшный ужас это болезнь не будет у нас долго я его вижу до 6 мая после 6 мая это слово коронавирус у нас вообще тема коронавирус закроется что касается посева в этом году то в этом году я не прочитала вопрос но было вообще в этом году стоит ли сеется будет ли урожай возможно государство заставит крестьян сеяться не заставит а будет просьба наверно чтобы сеялись позже но как бы они там не сеялись рано или поздно это год урожайный урожай в этом году будет очень хороший что касается еще вот вопрос у нас есть правильно мы на правильно что у нас президент казахстана токаев на этот вопрос я еще раз хочу просто ответить что в казахстане есть три человека которые имеют мандайна жазл гандит о имеют знаки которые должны быть президентом это а бишь на султан абишевич это карим массимов это кайрат маме люди которые рождены знаком быть президентом быть повелителем а остальное я уже ничего не могу сказать каждый человек идет со своей прибыли он уже там когда родился у него на лбу написано прибыль его достаток и если он будет действительно стоять на своем месте то это прибыль достаток будет и для народа поэтому теперь еще один вопрос это вот как вы считаете это было правильное решение назначить акимом области города козла 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 ардинской горды козла ардинской области женщину так я вопрос поняла что спрашивает правильно ли решение что назначили акимом области города козла ардинской области женщину то как и сновидящая я не вижу ее морально сильным человеком я вижу человека который наверное все-таки при поддержке кого-то всегда поднималась в этой жизни. И она в сельской жизни очень мало разбирается. Поэтому морально слабого человека вижу. Вижу, который не получится у неё контакт с людьми и не очень с большой прибылью. Поэтому я думаю, что она эту область не потянет. А что касается моего мнения как женщина, то я считаю так. Так как я мусульманка, я бы сказала, дайте мне должность замок ему области, а каким области пусть будет всё-таки мужчина. Потому что мы мусульмане, и мы всё-таки на одну ступню должны стоять ниже. Я не против, когда начальник Министерства здравоохранения женщина, я не против, когда начальник образования женщина, я не против, когда будет даже зампрезидента, помощник президента женщина. Но я всё-таки считаю, что на самых таких головных должны стоять мужчины. Это уважение просто даже к своей нации, к своей стране. Это, конечно, моё мнение. Но это своё мнение я никому не навязываю. Я её просто всего лишь высказала. Поэтому в связи с коронавирусом прошу, не пугайте, пожалуйста, детей. Не вбивайте себе в голову, что раз вы закашляли, что у вас коронавирус, и всё-всё-всё будет плохо. Начиная себе нагонять вот такой вот страх, вы действительно можете температурить, ваш организм может действительно болеть. Поэтому желаю всем здоровья. Поймите, просто карантин, нужно сидеть дома и всё. А всё-таки нужно, конечно, беречь. И сам по себе в этом сезоне северная страна очень часто всегда грибует. Желаю всем удачи. Пейте побольше витаминов.